А вот почему русские байкеры, которые ратуют за то, чтобы Севастополь стал снова русским городом, ездят на американских мотоциклах? Слушай, больная тема. Курят американские сигареты. Не курят сигареты уже там. Не курят сигареты? Но на американских мотоцикла действительно ездят. Ты не куришь? Я нет. А ночные волки вообще там есть какие-то ограничения только по употреблению спиртного за рулем или вообще никаких ограничений? В чем патриотическое воспитание молодежи? Ну, безусловно, во-первых, у нас очень клуб спортивный. У нас много времени, мы удовольствие ищем в других каких-то вещах, понимаешь? У нас, поэтому у нас там, у нас как бы вообще меньшинство курят сигареты, меньшинство. Оно мешает на самом деле сигаретам сам. Я сам раньше курил, потом просто, когда много времени даешь спорту, ты понимаешь сам, что самокурение просто тебе мешает. И особое удовольствие я не испытывал, никакого не испытывал от курения. Вот не было такого. Поэтому здесь, что касается твоего вопроса, почему здесь на американских мотоциклах действительно больной вопрос. Я хочу сказать, что в конце 90-х у нас был очень один успешный проект о создании русского мотоцикла. У ночных волков? У ночных волков. О создании именно русского мотоцикла. И он был успешен. Тогда вышел, в 2000 году мы завоевали бренд года. Значит, мотоцикл назывался «Волк». Назывался «Урал-Волк. Русский мотоцикл». И я хочу сказать, что действительно получилось, когда это было первое тоже такое сотрудничество завода с потребителями, когда мотоцикл, когда разрабатывал в Конструкторском бюро, разрабатывали, сами потребители участвовали в разработке мотоцикла. Вот мы тогда были ими, этими потребителями. Мы хотели очень сделать русскую легенду, сделать, создать свой мотоцикл в России. Более того, я даже договорился на тот момент с Харлеем, что эти два бренда будут рядом. Пусть будет русская легенда и американская. Только русская легенда, да, можно было купить, вот мотоцикл, да, он был, безусловно, связан с нашим именем. Он стоил тогда на тот момент 3000 долларов. То есть дешевле Харлеем многократно. Многократно. Вот это и дело. А при этом был очень достойного вида. Он был очень интересный. Почему не покатил эта идея? Ты знаешь, что это не зависело уже не от нас. Тогда, чтобы купить этот мотоцикл, надо было стоять, записаться в очереди и ждать несколько месяцев, внеся полную предоплату вперед в условиях капитализма. Понимаешь? Чтобы тебе, чтобы тебе отгрузили этот мотоцикл. Ну, идея-то хорошая, мне кажется. Да, ну, на тот момент, это просто тогда завод, владелец завода был Каха Бендукидзе. Я с ним общался, мы даже дружили. Но у него поменялись планы. Он уехал в Грузию, к Саакашвили, тогда это самое, заниматься экономикой. Поэтому, значит, и вот в одной части как-то у нас прекратились какие-то даже меньше контакты. Вот, и, собственно, завод в данный момент утратил владельца. Вот в этот момент, когда нету хозяина, да, мы тогда не могли на эти вещи просто влиять физически. Мы отвечали, я думал, что на самом деле связывал экономику клуба, в том числе, значит, Эквалков, и с производством этого мотоцикла. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.